Ребята, приветствую всех! Я, в общем, нахожусь в Запорожье, так как нужно снова уезжать с Украины, конкретно в Польшу на заработки, но теперь же Польша требует эти сраные ПЦР-тесты. Пошел я, значит, узнать цены. И, в общем-то, даже на автовокзале, где сначала было, где они принимали, да, вот эти ПЦР-тесты делать, я пошел там уже закрыто, приехал на ЖД вокзал главный, там принимают, но только тех людей, которые едут только поездом на Польшу, они тогда сделают за 350 гривен. Здесь я сейчас доехал до Анголинга, такая остановка, ну, либо сейчас называется остановка базарная, неважно. Пошел, тут есть синего, вот, пошел синего, узнал, они просто делают экспресс-тест за 350 гривен, только того, что они пишут бумажку на английском языке, либо на польском. И это 350 гривен стоит, это вам для информации. Если вы хотите конкретно ПЦР, то, что требует сама Польша, то он стоит 850 гривен, и нужно ехать где-то на Шевченко, то ли на Шевченковский район, я так и не понял, либо на другую еще клинику, на Мира, то там будет где-то 500 плюс гривен, как мне сказали. Ну, думаю, сделаю просто обычный экспресс-тест, как это все делают за 350 гривен, и пошло оно все к черту. В общем, так, ребята. Ну что ж, ребята, снова аэропорт Запорожье, но в этот раз в Дубари, ну, блин, зима, нахрен, середина января. Середина января, на улице что-то около минус двух, уже подтаивает. Ну, а в итоге мне еще ждать до сдачи сумок только, мне еще ждать 3 часа. Вот, ну, лучше приехать раньше, чем позже, скажем так. Ветер сумасшедший, поэтому, ну что ж, идем греться в аэропорт, но ведь нечем. Тем более, там есть туалет. Ну, и все как обычно, ПЦР-тесты вот эти все, тест на антиген, все канает, ребята, если вам эта информация полезна. Ну, и посмотрим, сколько там людей, кто куда летит. Может, кто-то летит на Анталию, а кто-то летит в Польшу, с Украины потрачить. Ну, вот именно по парковочке, как обычно, парковка вся забита. А это значит, что люди полетели, как обычно, в Египет, Турция, Шерм-эль-Шейх. Потом просто забирают машинку. Через недельку и едут себе спокойно домой, на квартирку. Ну, что ж, а мы поедем на Польшу. Что там нового вообще? Где все люди? Что ж, ребята, внутри аэропорта на обходе нас встречает там табло при Бутя. Давайте же посмотрим, откуда самолеты прибывают. Потом посмотрим, куда самолеты отбывают. Это вид Бутя. Тут вот конкретно на табло на данное время. Он из Стамбула прибывает, и Львов, Катовица, Киев, Киев, Борисполь, Жуляны, Видень, Стамбул, Шерм-эль-Шейх, Киев, Киев, Борисполь. А вот отправление конкретно от Витправыня. И там смотрим, что у нас интересует конкретно. Вот есть Катовица, но он в 5.40. А сейчас, ребята, только сколько там? Почти два часа. Час тридцать. Также витправыня будет до Стамбула, до Львова, до Вены, Киев, Борисполь, Киев, Жуляны, Стамбул уже улетел. Шерм-эль-Шейх в 12.20. Ага, 15 числа, это завтра Шерм-эль-Шейх будет вылетать. Завтра. А вот сегодня конкретно только Катовица. И регистрация открыта на Львив. А до Стамбула уже залетел сегодня все. Кстати, обратите внимание, реклама, да, вот сразу стенд такой, комплекс Александр Ривер Парк, житловый комплекс премиум классу. Вот так вот это все будет дело выглядеть. Не знаю, сколько там, конечно, будет стоить вот такие вот жилища, смотрите. Домики, да, вот, машинки частные, да. Там многоэтажки, как бы пятиэтажки, можно так сказать. Зеленая зона, а здесь частная территория. Можно даже с бассейном, можно даже с машинкой. Под гаражик. Ну, вот здесь все, 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 все расписано, прописано, что здесь будет. Конечно, не очень хорошо видно, от стекло отбивает. Но сама суть, что, наверное, не очень-то и дешево будет. Так, сумочку, в общем, сдал, ребята, смотрите. Теперь можно смело идти наверх, туда, на досмотр там дальше, но еще время не полно, можно побродить. В общем, такой посадочный талон просто. В общем, друзья, прошел все вот эти досмотры, там потом печать, в общем, просто колюча режуща, такое. Здесь алкоголь, дьюти-фри, туалеты. Ну, все, как обычно, в принципе, пока неинтересно. Там можно что-то перекусить даже посмотреть. Сейчас посмотрим, осталась ли это такая специальная водка, которая вообще прям и позитив. Ну, вот так, если хочешь перекусить, смотри, чипсы, вот такие маленькие, сколько там, ну, 25 грамм, 1 евро в Украине, в Запорожье. А водки той нету, которую я хотел показать, которая вакцина называлась, куда-то она пропала. Это же прям позитив, она пропала где-то. Смотрите, ребята, прикол, такая бутылка даже вот по акции была типа 4 евро за 1 литр, а сейчас 3 евро 20 центов за литр перерывака. Ну, в общем, 100 гривен за литр. Обратите внимание, ребята, смотрите, даже если взять вот Мароша, 0,5, 2 евро, да, получается 60 гривен. Ну, а в магазине-то получается 90, так что в дьюти-фри даже дешевле. Ночная посадка, ребята, на самолет, потому что уже 5.20 где-то вечера, 2 автобуса нас подвезли. В общем, проходим на посадку. Ребята, поиск своего места, это самое то. Вот здесь и приземлимся, вот 22, у меня 22F. Вот за окошко, но, правда, ничего уже не будет видно, потому что ночной полет вечерней зимой и упали. В целом дожидаемся остальных пассажиров, потому что в 2 автобуса все не влезли. Разогреваются, приятели, и вперед. Что ж, доброго времени суток, друзья. Наконец-то я с аэропорта доехал до хостела. Прилетели, конечно, посадочка была такая, ребята, что нервишки пощекотало просто. Люди молились, я вам так скажу. Ну, пилоты молодцы. Сели, было очень тяжко. Там турбулентность жесткая, посадка очень долгая. Ну, все обошлось, все хорошо. Сели мы в 5-10, где-то в 5-15 вечера. Пока паспортный контроль туда-сюда. Уже, ну, короче, в автобус я сел в аэропорту в 5-45 или в 5-50. Автобус выехал в сторону ЖД вокзала Катавицы. И до хостела сюда я доехал в 12 ночи, можете себе представить. Короче, жесть. Ну, а у меня, тем временем, я приготовил дешевенькие обычные сосиски. Их пожарил, обжарил, как бы обварил. Яйцо сварил. У меня есть морковка, чесночок. И вот такая вот пюрешечка уже заварилась, я думаю. Да, бомбически. Ну, и буду перекусывать, кушать. Ну, что ж, ребята, прилетел я вчера, значит, поздно. Уже было 12 ночи, пока добрался до хостела. Короче, было 12 ночи. Сейчас на хостеле нахожусь. Отдыхаю, сплю. Такой себе вот хостел. Нормально вложился. Постелил бельишко. Пока сам тут поразбрасывал барахлицо. Ну, есть шкафы. Потом повлаживаю где-то. Ну, нормально. Все четенько. Батареи топятся. На улице что-то минус один. Ребята, это Польша. Неожиданно, нежданно. Хотя вчера приходила, конечно, смс-ка, что, возможно, будет штормовое предупреждение. Вот такое вот сейчас происходит. Сзади на фоне вообще ничего не видно. Так, подождите. Сегодня число-то какое? Понедельник вообще. 17, да, получается, января. Или 18. Уже запутался. Ну, вот такое вот метет. Непонятно. Видите, какие кружки такие. А еще мигает и гремит. И еще и гремит, ребята. Это вообще просто не передача, что творится. Я такого не ожидал. В общем, с места событий прямо вот так вам показать и рассказать. Нахожусь на хостеле на данный момент. Пока не на работе, слава богу. Пускай эта погода уже пройдет, наладится все. Тогда уже и на работу. Ну, вообще, просто эмоции. Эмоции переполняют. Ребята, еще что не сказал. Был, конечно, очень приятно удивлен, когда в аэропорту сразу после паспортного контроля я уже пошел сумку забирать. Знаете, багаж, который сдаешь. Тут подходит девушка и говорит, о, привет, типа, Игоря, я вас смотрю на ютубе. Ну, короче, для меня это было немножко так. Удивлен был. Ну, приятное такое удивление, потому что не каждый день тебе подходят и говорят, типа, привет, я вас смотрю на ютубе. Ну, в общем, в итоге познакомились. Девушку зовут Катя, если я не ошибаюсь. А еще она попросила, типа, у нее что-то роуминг заглючил. Говорит, можно позвонить мужу туда-сюда, узнать, подъехал ли муж к аэропорту или нет. Ну, в общем, там позвонила себе. Ну и все. Мы, короче, разошлись, потому что мне нужно было срочно ехать дальше от аэропорта Катавицы, ну, как бы в сам центр города Катавицы, прямо на ЖД вокзал. Ну, в общем, я сразу пошел на автобус. Вот так, приятное удивление. Так же было и в Люксембурге. Приезжает парень тоже на бусе, вот. И говорит, о, привет, Игорь, я тебя сотрю. Тоже было очень приятно. В общем, тем временем сейчас в Родомске делаю, ребята, закупы и вперед на работу. На выезд из Польши на Европу. Родомска, в принципе, такой не очень крупный провинциальный городок, можно так сказать. Ну, 1030 населения, наверное, точно есть. Вот. Только что ходил в Ужон Скорбовый, хотел сложить этот, в общем, А1 сделать такую страховку. А мне не хватило реально 30 дней быть в Польше, чтобы сложить эту страховку А1. Она как бы считается обязательной, но не полностью обязательной. То бишь, в Европе ее желательно иметь. Ну, в итоге мне не хватило 30 дней. Минимально нужно находиться в Польше 183 дня, чтобы открыть эту страховку А1. Иду, ребятки, забирать бус. Это другой какой-то фиат. Это не наш. Вот еще один. Вот наш. Тоже все в снегу. После ремонта пробуем, что там с аккумулятором. Ох, работает. Сейчас буду пробовать заводить, потому что он стоит тут больше, ну как, дней 20. Немножко, ребята, уже затарился. Ну, тут такое. Всего лишь две бутылки пива. Это на неделю. Разные такой энергетики. Сыр. Вон, куриная грудка такая в дорогу. Это тоже в дорогу пожевать. Вот такие сухарики. Ну, как бы колбаса сухая просто. Чипсы. Приправы. Главное приправы. Целая куча разных каш. Целая куча разных консервов. Ну, и вода. Вода, лук, морковь. Все такое самое необходимое. 270 зл. Всех приветствую еще раз, ребята. Наконец-то получил загрузку. Первую в этой каденции. Зимой, в конце января. Сейчас въехал в Ченстахово. И загрузка будет прямо в Ченстахово. На какой-то автомобильные запчасти. Возможно, даже это будут пассажирские вот эти ремни безопасности. Смотрите, ребята, какой собор тут католический в Ченстахово. Ну, так, неплохо. Высокий, конечно. Ребята, вот и на загрузочке. Буз там сзади на фоне запарковал. Сказали, 28-я рампа. В общем, одна палета, 350 килограмм. И доставка будет на Словению. Вот так вот. Вот вам, ребята, настоящая работа и путешествие по Европе. Из Польши едем на Словению. Город Новоместо. Как-то так называется. А там, посмотрите, что. Какая труба. Вот это коптит. Вот это жесть. Я не знаю. Ну, там завод какой-то тоже что-то производит. Вот то коптерня. Вот такие склады. Тут палетки. В общем, вот у меня документ. Сейчас жду палетку, пока мне загрузят. Что ж, вот одна палета загружена. 350 килограмм. В общем, посмотрел по километражу. Сейчас буду машину закрывать. 850 километров. Я, если честно, в шоке. И будет доставка аж под Хорватию. А я в шоке. Ну, на Словении, только под Хорватию. В общем, зафиксировал так. Кинул сюда балку. Палета маленькая. 350 килограмм всего лишь. И вот, смотрите, как я и говорил. Пасы безопасности на автомобиль. Ну, с электроникой, понятно. В общем, всё. Погнали. Ну, что ж, ребята. Вот почему это у меня называется всё. Работа и путешествия по Европе. На бусе. Да потому что путешествие. Словения. Словения страна, которую я еду впервые. Вообще, ни разу не был. Ну, посмотрим, что там. Ну, зима. Будет зимнее Словения. Вот. По километражу 900 километров. И езды около 11 часов. Ещё нужно купить виньету на Чехию. Виньету на Австрию. Платные дороги. И на Словению. Ну, и будет та ещё поездочка. Первый рейс, первый выезд. Из Польши, с Ченстокова. Сейчас через Лешину, на Чехию. Потом на Австрию. Потом с Австрии, на Словению. В общем, я же говорю. 900 километров. Посмотрим, как это всё будет выглядеть. Оставайтесь на канале. Сама Словения уже будет в следующем выпуске. Подписываемся. До островы осталось до границы Чехии 100 километров. Сейчас промчимся. На развилке держитесь с левой стороны. Добрался до Вены, ребята. В Австрию, Вена. Объездными окружными проезжаю. И дальше на сторону Град и на границе Словении. Буду проезжать Люблина, да? Вот, на Люблина. Ну, знаете, ребята, блин, я вам скажу. Сейчас так фонариком подсвечу. Словения дорогая, оказывается. Я сейчас встал сразу здесь, на границе, на первой заправке. Виньетто на 7 дней 30 евро. Для машин до 3,5 тонн. Типа таких грузовых машин. Если легковая машина, то 15 евро. Ну, тоже за 7 дней. Это тоже дорого. Реально. И топливо здесь евро 53 дизель за литр. Фух. Далее. На Люблину осталось около 150 километров до Люблины. И 50 километров до нового места, к самой разгрузке. Там уже как раз будет рядом и граница Хорватии. Фух, вперед. Так, разгрузился, ребята, на заводе тут. Оп. Сейчас кину документы. И буду закрывать машину. Вот. Прям на заводе. В общем-то, в целом, завод Рено в Словении. Город Новоместо. Ладно, поехали. Доброе утро еще раз, ребята, всем. После того, как я поспал еще в 6.40, я выехал из завода этого Рено. В этом городе Новоместо. В общем, я поспал еще 2,5 часа. Уже раздуплился. Отправил все документы, фотографии, экспедиторы. Отправляйтесь на запад, затем поверните направо. Мне там уже названивали, блин, экспедиторы, короче, разбудили меня. Но я нормально поспал. И так поспал до этого 3 часа и еще 2,5. Ну, в итоге 5,5 часа с прерывом. Ну, поспал. Сейчас перекусываю. Еду дальше на очередную загрузку. Это будет снова еду от города Новое Место через город Любляно. В общем, 125 километров отсюда. Но это уже все в следующем видео, ребята. Выгрузка будет. Кстати, очень интересное место, где будет выгрузка. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь. Приятного просмотра. А я погнал на загрузочку.